Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Большое сафари. Привет, я Ваня. Хотел сегодня нарисовать с тобой большую или маленькую, маленькую обезьянку. Рисуй со мной. С нами Зулучик. Привет, я очень доволен, что ты нашел меня. Хорошо, что ты нашел наш урок. Хорошо, что у тебя есть эта книжка про сафари по Африке. Кого рисуем? Обезьянку, как ты уже сказал. Я очень рад обезьянке. Я тоже рад обезьянке. Будет похоже, кстати, Лучик, на тебя. Она такая же, с большой головой. И вот здесь встанет, а здесь будет голова, ушки и хвостик. Хорошо, я буду рад. Хорошо. Рисуем. Ребят, для работы нам понадобится белый лист бумаги. Хорошее настроение. Фломастер, карандаш, ручка, все что угодно. Раскрашиваем карандашами. Может быть, масляной пастылью будет лучше всего. Начнем с большой головой. У нас будет маленькая, но веселенькая обезьянка. Похожа она на человека, на нашего Лучика. И мы рисуем голову. Такой круг, довольно большой, посередине листа. Если круг у тебя получился неровный, ты не переживай. Потому что вот у меня он тоже не идеально ровный. Ничего страшного. Обезьянка, может быть, шерсть у нее неровная растет. Или как-то еще. В общем, не все головы ровные. Даже моя голова, она неровная. Так что рисуем дальше. Нарисовали? Нарисуем теперь тело обезьянки. Тело и ручки. Я сначала рисую ручки. Вот так вот. Раз ручка. И два ручка. Сразу толщину ручки покажу. И сразу же нарисую ножки. Сразу тело и ножки. Вот так вот получается. А здесь так раз. И ножки. Все готово получается. Одна ручка. Как ручки-лапки. И ножки-лапки. Все есть. У нас все получилось. Сразу их завернем. Закроем. Чтобы у нас все было понятно. Теперь мама почти поймет, что это обезьянка. Но не до конца. Нарисуем чубчик. Нарисуем ушки. Всякие разные вещи. Мы будем дорисовывать нашей обезьянке ушки. Дальше нарисуем хвостик. Хвостик идет здесь у обезьянки. У каждой обезьянки. Не у каждой, но у всех. Почти у всех есть хвостик для того, чтобы хорошо лазить по деревьям. Цепляться и управлять этим хвостом. Жалко, что у людей нет хвоста. Ох бы мы повертели им. Было бы дело. Ладно. Хвост нарисовали. Осталось теперь только лапки нарисовать. Ручки, ножки и глазки. Начинаем, наверное, с мордашки. Давай. Мордашки нарисуем. Вот такую мордашку. Вот так вот. Идет. Похоже на сердечко. На сердечко. Отлично. Сразу два глазика. Один глазик. Второй глазик. Сразу же носик. Носик у нее как у обезьянки. Би-би. А здесь улыбочка. Просто улыбочка. Вот она улыбается. У нее есть глазки. Она смотрит. Куда-то налево. Вот туда. И бровки есть. И это мы нарисовали. Теперь осталось только ей лапки нарисовать. Лапки будем рисовать так, чтобы у нас все поместилось. Один пальчик и теперь четыре. Один, два, три, четыре. Постараемся нарисовать именно четыре пальчика, как у людей. Она похожа на человека? Похожа. А мы стараемся. Один, а потом раз, два, три, четыре. А, теперь здесь. Здесь уже четыре не влезут явно. Пальчика. Но они похожи на наши ножки отчасти. Вот такие ножки. И я думаю, не хватает ей пусика. Пусика и пупочка. Теперь-то наша чебурашка, наша обезьянка готова. Раскрасим ее так, как нам скажет лучик. О, я знаю, как ее раскрашивать. Я видел одну такую. И встретил в джунглях, в Африке. Знаешь, и она коричневая. Мордочка у нее такая светлая. А сама она коричневая. А рядом много зелени. Хорошо, лучик, так и сделаем. Значит так, он сказал, что мордочка светлая. Мордочку покрасим светло-бежиим цветом. Или можно его назвать телесным цветом. Телесным цветом покрасим мордочку. Также покрасим ушки. Ушки тоже. И ручки. Сами ладошки покрасим, да? И стопы нашей обезьянки покрасим в телесный цвет. Еще одну вещь, которую мы не забудем покрасить, это пузико. Пузико и пупочек. Вот такая обезьянка. А дальше мы будем брать коричневый цвет и им уже закрашивать. Сейчас я немножко отделю коричневого цвета. Освобожу. Я рисую масляной пастелью и советую тебе тоже попробовать. Это очень приятно, удобно закрашивать. Очень яркие и мягкие цвета. Раскрашивать легко. И получается очень яркий рисунок. Как никогда. Сочно яркий, как в жизни, как в Африке. Вот такой яркий. Яркая обезьянка. Также ей коричневое тело. Оно все в шерсти. Такая шерстяная обезьянка. Я думаю, шерсть нужна ей не только для того, чтобы греться, но и защищать свое тело. Потому что волосы защищают тело, когда, например, она может поцарапаться веткой. А шерсть защитит ушки. Немножко так. Опа. И отлично получилось. Теперь возьмем розовый и нарисуем щечки нашей обезьянки. Вот так вот. Весело и просто. Как наш лучик попросил, нарисуем ей траву. Рядышком с ней нарисуем немножко травы. Эта обезьянка очень нравится. И из книжки ты знаешь, что обезьяны любят бананы. Так что давай нарисуем ей один, хотя бы один бананчик, который она держит, к примеру, в руке. Или же он летит к ней. В руку летит банан. Мы нарисуем его вот так вот. Такой банан летит в руку. Такой желтенький банан. А она его хочет поймать. Может быть, она хочет выступать в цирке. И ей попался банан, и она решила с ним поиграть. Как следует банан мы нарисовали с желтеньким бананчик. Вот такой. Еще я хочу нарисовать солнышко. Я всегда рисую солнышко. Мне очень нравится. В Африке ярко, хорошо, привольно жить обезьянкам. Главное, чтобы им было деревья. Чтобы люди не спилили деревья, где они живут. Это было бы обидно. Потому что они бы потеряли свой дом. Но ничего. Как это так? Ничего. Даже очень здорово. Получилось замечательно. Я надеюсь, и ребята нарисовали. Я уверен, что ребята тоже нарисовали. Если ты нарисовал обезьянку, то приходи и делись своими рисунками к нам в группу. В телеграмм. Рыбакит попрессует. Ссылка в конце группы описания. Также расскажу, что у нас не только обезьянки наши друзья. Да, мы не только обезьянки. Но ты-то зайчик. Но зайчиком-лучиком мы нарисовали несколько книг для тебя. Есть книга про животных Африки. Есть про животных ферм. Также есть книга про машинки. И про динозавров. Так что ищите книги, которые вам по душе. Рисуйте с нами и делитесь рисунками. До новых встреч. Привет. Я Ваня рисую на канале Рыбакит. Я сделал серию книг-альбомов для рисования. С пошаговыми уроками рисования и местом для рисунка. Ты узнаешь про приключения яркого желтого зайчика-лучика, который любит рисовать все, что видит. В каждой книге ты найдешь пошаговые уроки. Плюс QR-код для просмотра специальных видеоуроков от меня. Мы нарисуем с тобой и лучиком много замечательных рисунков. Зверей Африки, машинки в городе, динозавры, животных фермы. Книги ты можешь найти на всех книжных интернет-полках и по ссылке в описании.